Микс Ньюс Как стать миллионером? Рецепт американского гражданина Каринча узнаете в программе Подоплеков на Радио Болтком Всего через год Комиссия по деноциализации Совета Народных Депутатов Витзамского предместия решением номер 389 от 15 декабря 92 года принимает решение о восстановлении прав собственности Билл Хеллман Ариш на кинотеатр Пионерис Почему решение было принято столь быстро? Всегда ли ход дел был таким стремительным? Виталий Васецкий был свидетелем процесса деноциализации и работал на рынке недвижимости в тесном контакте с людьми претендовавшими на деноциализацию домовладений Знаете ли вы, Виталий, о случаях такого же быстрого рассмотрения дел? Какое время стандартно требовалось для получения решения? Да, конечно, это время 90-е годы и особенно процессы вся процедура деноциализации это было нашим хлебом хлебом нашего юридического бюро которое я организовал в начале 90-х и основываясь на законодательстве ОД национализации мы начали предлагать и оказывать услуги вот этим наследникам, потомкам людей, у которых собственность была отобрана в 40-х годах поэтому это действительно было очень любопытно, интересно и все было вновь поскольку у истоков законодательства ОД национализации стоял господин Грутупс и его бюро как самый опытный в этой теме юрист Но он был автором законопроекта по-простому Да, да, да. Мы с его бюро очень часто и консультировались и вели какие-то совместные проекты связанные с домовладельцами и поэтому то время оно действительно очень интересно потому что все право применения закона это было необычно, необычно ново, да и ответ на ваш вопрос была ли какая-то практика стандартная, да по скорости оформления документов я могу сказать, что наверное практики не было, да поскольку мы столкнулись в той ситуации с одной стороны, да с тем, что набор документов был стандартный, да то есть люди, которые претендовали на возврат собственности своих предков они должны были собрать необходимые документы из архивов Им не надо было с собой увозить какие-то удостоверения? Ну, это уже касалось каждого конкретного дела потому что здесь все зависит от простоты и логики оформления и оформленной недвижимости на конкретное лицо у которого она была изъята при национализации и родственной цепочке к этому лицу самое простое, например, когда тоже были у нас клиенты нашего бюро когда собственность принадлежала конкретному, например, дедушке Рауцепту это был конкретный клиент и сам дедушка Рауцеп еще был жив он был жив, он был преклонного возраста ему там было там Ну, так же, как у Кареньши дедушка получал То есть он прямо, прямо сделал запросы в архивы получил справки их, кстати, не так много там 2-3 справки о том, что конкретный адрес по архивным данным принадлежал ему ему же и тогда он на основе этих документов подавал, как сам человек свои документы и в местное самоуправление потому что возвратом вот этой собственности ведали местное самоуправление там были созданы специальные комиссии комиссии, да которые эти вопросы решали то есть это самый простой вариант конечно, в практике вот таких простых вариантов было не так много я думаю, в процентном отношении ну, наверное, не больше 15 то есть дело Кареньши, оно такое наиболее светлое и очевидное в этом плане поэтому, может быть, оно так быстро прошло да, именно так именно так потому что основной срок именно занимал сбор документов как о собственности, но еще дольше да, сбор документов о принадлежности или о родственной цепочке связанной с этим человеком на которого были оформлены документы собственности вот, поэтому вот в типовых простых случаях да, действительно в течение нескольких месяцев двух-трех месяцев принималось решение принималось решение на комиссии да, и дальше начиналась процедура там возврата оформления документов связанных с возвратом обычные случаи там, больше половины это были случаи, когда в живых уже непосредственно владельцев собственности не было а здесь находились их или дети или уже там внуки, да, следующие поколения тогда, да, тогда надо было представить документы о родственной связи, да на этом основании принимались решения о возврате но процентов наверное 25 вот всех этих случаев денциализации это были очень непростые случаи то есть начиная с того, что сама по себе собственность она не всегда была по документам полностью как 100% принадлежала одному лицу ну как в случае Нариньша который был только соакционером этого предприятия притом даже не имущество а предприятие а это предприятие это еще еще одна грань законодательства да вот поэтому вот в этих сложных случаях мы в своей практике имели прецеденты когда годами шло восстановление то есть надо было буквально доказывать каждую каждую цепочку да каждую связь да с предыдущим звеном да чтобы выстроить с одной стороны стопроцентную стопроцентный объем собственности принадлежащий конкретным людям потом выстроить цепочку наследников этих людей и все это должно не должно иметь никаких возможных претензий нареканий или всего ну что с этим связано да и это занимало уже годы в некоторых случаях когда мы или мы с нашими клиентами не могли представить все необходимые документы потому что не всегда были все документы тогда вот эти недостающие звенья приходилось восстанавливать решением судов то есть либо привлекать там свидетелей либо привлекать другие документы чтобы было решение суда ну как бы на восстановление какой-то вот этой цепочки хорошо вот вы говорите о том что были случаи там разделенной собственности совместной собственности и так далее вот если комментировать с этой точки зрения дело Вилхелма Навинша имел ли он право будучи на момент на момент на момент национализации только совладельцам акционерного общества получить всю собственность целиком я скажу так это конечно достаточно простая должна быть юридическая оценка ну на основе документов да потому что те же самые решения о денационализации вот это местных органов власти там была вся прописана вся цепочка документов да и оснований на основе чего принимается решение о денационализации поэтому для того чтобы ответить на ваш вопрос нужно прежде всего взять да вот эти документы да эти документы и посмотреть как там изложена цепочка и основания по которым была передана собственность ну как юрист вы как вы можете это прокомментировать то есть у меня было там треть не знаю автомобиля а проходит время треть дома а мне возвращает весь дом целиком это же ну с точки зрения юридической мне нужно документы посмотреть на исходники да исходники это даже не архивные документы а исходники в данном случае это достаточно просто потому что они ну это все свежее это решение как раз вот комиссии о денационализации там это все написано и в том числе там заложена мотивация да вот этих если кому-то одна треть кому-то одна треть и так далее потому что были ситуации была практика да когда человек имел на руках документы архивные документы и справки на часть собственности, на часть собственности, да, и он предъявлял эти документы. На остальные части собственности не было ни наследников, ни документов. Но в тех случаях, о которых я говорю по нашим клиентам, самоуправление принимало решение о возврате части собственности. Вот именно этому. Остальное оставалось государству. То есть вам случаи, когда человек владел частью и получил все, неизвестны? Мне неизвестно, потому что это уже практика гражданского закона. И обычно, если взять житейская практика, действительно, если вы владеете одной третью собственности, для того, чтобы вам полагалось оставшиеся две трети, ну, должно быть какое-то основание. Либо это наследование, либо это дарственное, либо это еще что-то, да. Но это должны быть конкретные документы, которые должны быть в наличии. Закон о динациализации касался домовладений. То есть жилых домов. Закон, который оговаривал возврат или процесс возвращения собственности предприятий, вышел позже, в 93-м году. И к тому времени Нареньшу уже вернули кинотеатр. Вот известны ли вам случаи аналогичные возврата общественных зданий по закону о динациализации домовладений? Наверное, нет, потому что случай возврата общественных зданий частным владельцам, ну, с точки зрения, что там до этого, на момент национализации, это было здание не с общественными нуждами, да. Это, ну, это практика стандартная была. Например, один из примеров такого как бы общественного здания, возвращенного бывшим наследником того лица, кому принадлежало, это бывшее здание ЦК Комсомола, да, на перекрестке, да, это там, да. То есть там это здание принадлежало конкретной физической персоне, да, оно было возвращено, но на мои возвраты там же оно было полностью как бы использовано для общественных нужд, да. И, несмотря на это, наследники получают полностью это здание, используют его до сих пор в том виде, как оно есть, как общественные нужды. Ну, понятно, потому что оно все-таки юридически, оно подпадало под закон о динациализации домовладений. Домовладений, да. А если общественное здание, они как бы не подпадали под этот закон? Их было достаточно, да, под этот закон они не подпадали, это, получается, практика следующего закона, и здесь надо смотреть действительно, как было правоприменение вот именно в этом конкретном варианте, в этой конкретной ситуации, с этими конкретными документами и зданием, да. То есть с точки зрения общего взгляда на закон, это было нарушение закона, но если углубиться в документы, возможно, обнаружится, что какая-то мотивация была приведена. Обязательно, там должна быть приведена мотивация, потому что без этого все-таки решения не принимались. Как бы это не выглядело там некрасиво. Еще вот такой вопрос практически. Возвращая имущество, на Риншу комиссия оценила только здание, но землю почему-то она не оценила. Это была общепринятая практика. Комиссия оценила здание, вы имеете в виду то решение о денонциализации 90-х годов? Конечно, да. Там было оценено здание в 27 952 лата и 12 сантимов. Эта сумма фигурирует как первая запись в земельной книге о ценности имущества. А земля была без оценки. Насколько я помню, практика тех решений по денонциализации, там действительно в большей степени фигурировала оценка зданий. Либо это было связано с непорядочностью просто рынка и кадастровой стоимости земли. То есть это потом, уже в более поздние годы, это уже в 2000-х, когда запустили кадастр недвижимости с учетом полной стоимости. Тогда земля стала играть приоритетную часть. На то время действительно там стоимость земли, либо она не указывалась, потому что ее нечем было подтвердить, либо, опять же, я вот сейчас вспоминаю, документы о денационализации, которые закладывались в решениях комиссии, они были основаны на архивных документах. И в том числе в тех архивных документах там тоже была указана стоимость. Так что это надо смотреть в совокупности. Важно то, что, о чем я говорил вначале, сама по себе решение о денационализации возврате должно содержать вот этот весь перечень и документов, и оснований, и в том числе вот этих спорных ситуаций. Это должно быть там все записано. Если этого нет, вот это и есть нарушение. Вот это нарушение, которое можно посмотреть глубже, потому что файлы, папки, они как бы должны быть. Вы потом работали с людьми, которыми возвратили собственность, в том числе с теми, которые жили за границей. Чем отличался подход вот иностранных владельцев и местных к управлению недвижимостью, к развитию ее? Вопрос интересный, потому что, и я улыбаюсь, потому что вот сейчас с опытом уже там этих больше 20 лет от тех процессов, которыми мы были свидетели и в которых принимали участие, на самом деле, вот главное отличие, наверное, зарубежных владельцев от местных владельцев, было то, что местные владельцы, они хотели немедленно получать доход от полученной собственности. Немедленно. И это практически была главная задача, которая ставилась перед одним из наших структурных подразделений, которая занималась управлением, да, то есть уже после оформления документов о передаче, о денонциализации, хозяева нас просили заниматься управлением и первую задачу, которую они ставили, получить как можно больше дохода. Иностранные владельцы, и они тоже отличаются, потому что часть владельцев, это были люди или потомки прежних владельцев, живущие на Западе или в Америке, часть это были люди, живущие на просторах бывшего Союза, там Россия, Украина, Белоруссия, такие тоже были. Но в основном подход их был очень такой осторожно-аккуратный, да. С одной стороны, было определенное даже опасение и неверие в то, что этот закон вернул им, он вернул им вот собственность их старших поколений. То есть они, это с одной стороны было такое, да. С другой стороны, они относились очень бережно, осторожно к тем людям, которые проживали в этих домах. Потому что, ну, большая часть, ну, с чем мы работали, с какими домовладениями и клиентами, домовладельцами уже новыми, это были доходные большие дома в центре Риги, где жили люди. То есть это в основном многоквартирные дома, которые за годы после, вот, 40-го года, после национализации, там большие квартиры они превратились в коммунальные квартиры, там, то есть жило очень много людей. Как раз вот подход был такой, что не трогать, не менять для этих людей какие-то условия. Вот это отличие между местными владельцами и неместными, да, если местные сразу начинали, если возможность поднять оплату, поднимаем. То есть местные были агрессивные, более агрессивные. Да, более агрессивные, да. То есть вот это первое, да. Второе, конечно, и это уже не связано с делением на местные или неместные, это было отношение самих вот этих наследников, да, к тому, что им досталось с точки зрения, если их несколько, а как правило, да, процентов, ну, наверное, больше 80% возвращенной собственности, это было все-таки, где было много наследников, много наследников. Так вот, это был общий подход такой. Либо эти наследники, они сразу договорились между собой, как управлять, как распределять там доходы, и что с этой собственностью будет в будущем. Либо они не договорились. И были случаи, когда эти наследники, они не договорились вообще никогда. Да, и это значит, что вот эти огромные, красивые, большие дома в центре, они были просто обречены на... Умирание. Просто на уничтожение, да. И один из таких больших примеров, да, показательных, это, пожалуй, огромный дом Валдемара Дзирнову, там, где кафе Таллинг внизу там было, да, известный кафе. Огромнейший красивый дом, да, архитектура красивая и все такое. То есть там в итоге и сначала наследники имели каждый свое мнение, да, и этот дом, по-моему, он в итоге, простояв и разрушаясь там все эти 20 лет, он в итоге ушел за долги по какой-то, не знаю, налоговой, неналоговой, но это была проблема. То есть это тоже была некая типичная ситуация. Или они договариваются, или не договариваются. Ну, поскольку времени уже прошло много, видно, что, наверное, лучшая судьба домовладений, которые в итоге, в итоге, наверное, в итоге были выкуплены, да, либо фондами, либо банками, ну, то есть теми, кто обладал финансовыми ресурсами, и для того, чтобы их расселить. А расселение шло достаточно корректно, то есть людям, которые проживали в этих домах, покупались квартиры, да, ну, а это соглашение. Или, по крайней мере, мы не участвовали в таких, не работали с такими клиентами, которые как бы любыми способами. Стремились выкинуть людей на улицу. Конечно. То есть только все было по соглашению. И на то время стоимость жилья, стоимость недвижимости, она позволяла это сделать, да. То есть можно было действительно... Ну, особенно иностранцам, которые с долларами в кармане. Да, да, да. То есть они могли это и делали абсолютно правильно, когда сначала освобождали дом и потом уже решали там или ремонт, или продавать, да. То есть это был более рациональный такой подход, да. Спасибо, Виталий, за ваше мнение. Я хочу сказать, что, конечно, кинотеатр Пионерис, это был такой лакомый кусок. Там не было жильцов. Он был полностью приспособлен к эксплуатации. Он изначально коммерческий, да. Это был изначально коммерческий объект, поэтому вопросов о том, чтобы извлекать с него прибыль, не было никаких. На радио «Балком». Водоплека. Надо подчеркнуть, что кинотеатр Пионерис был возвращен Вилхелму Нариншу про дело законно. И не только потому, что на 40-й год он не принадлежал ему полностью. Кинотеатр, как общественное здание, на момент денационализации, использовавшись по назначению, вообще не подпадал под закон от октября 1991 года. А закон о восстановлении прав собственности на предприятие и другие объекты собственности был принят Верховным Советом только в 1993 году, то есть после того, как кинотеатр фактически подарили Вилхелму Нариншу. И даже если бы закон 1991 года относился к кинотеатру, статья 2 запрещала его возвращать, так как в 1962 году здание подверглось полной реконструкции и было перестроено более чем на 65%. Вилхелм Наринш мог получить за свое имущество компенсацию, исходя из оценки, до 17 июня 1940 года. Почему комиссия по денационализации трижды грубо нарушила закон? Может быть на бывших советских чиновников произвела впечатление американская биография соискателя имущества или его доллары? Моя коллега Снежана Бартуль много лет изучала причуды имущественных дел в Латвии и может прокомментировать этот случай. Почему латыши из эмиграции пользовались привилегиями при возвращении домой? Ну, во-первых, видимо, потому что в конце 80-х, начале 90-х годов Латвия кинула официальный плич под кодовым названием «Латыши всех стран объединяйтесь, возвращайтесь в Латвию, мы вернем недвижимость, которая принадлежала вашим предкам». Или если вы сами живы, то в данный момент, то вам. Берите недвижимость, начинайте здесь жить, развивайте бизнес и будем жить вроде как дружно. Поэтому ничего удивительного нет в том, что первая волна этих новых владельцев была именно из-за рубежа, из разных стран. Ну, в основном, конечно, это были американские латыши, но я так понимаю, что было очень много еще и из Австралии, и из других стран. А какую роль в дальнейших событиях сыграло то, что у этих людей был опыт жизни в капиталистической стране и опыт бизнеса? В том плане, что, ну, хорошо, они, может быть, могли лучше управлять этой недвижимостью, но, с другой стороны, они знали и некоторые схемы, которые позволяют оптимизировать налоги и делать другие разрешенные законам операции. Но я думаю, что этот фактор сыграл огромную роль, потому что то, что здесь мы называем оптимизацией налогов, схемами и так далее, и это все носит у нас такой негативный характер. В Америке это называется налоговым планированием, это вполне законные операции, в которых, по большому счету, никто ничего плохого не видит, и заключаются они в том, чтобы находить законные способы, чтобы налогов платить меньше. Я думаю, что любой человек, проживающий в Латвии, был бы рад, если бы у него были такие законные возможности, будем честными. Конечно же, у нас не было таких знаний, у нас не было такого опыта. Я думаю, что у нас до сих пор такого опыта и знаний нет, и нам очень далеко до тех же американцев, в смысле налогового планирования. Так что, если они использовали такие способы, но они лежали в правовом поле, то предъявить им как бы нечего. И если государство в тот момент проводило конкретно такую политику по возвращению Латышей из-за границы на родину, ну, тоже вроде как неудивительно, что им давали зеленый свет. О каких-то очень серьезных нарушениях в отношении граждан Латвии, которые подавали, проживавших здесь на тот момент, которые подавали заявку на возвращение собственности и на незаконных основаниях или без объяснения причин в этом отказали, я просто не располагаю такой информацией о выпиющих каких-то случаях. Но коррупция существовала и тогда в этих комиссиях по деноциализации или там в архивах? Видимо, коррупция существует со времен... Не говоримо. Со времен, даже раньше, со времен, видимо, Адама и Евы. Я никого за рукой не хватало, но тот опыт лично моей семьи по возвращению, так сказать, той очень незначительной собственности, по большому счету, которая была у предков Латгалии, он был вполне положительным. Никто нас не... Не вымогал у вас денег. Не дискриминировал. На основании архивных справок все происходило без взяток, без каких-то бесчинств. Даже я не знаю, что еще сказать. Возможно, какие-то крупные объекты... Там, конечно, были какие-то совершенно другие истории, но я лично, я в деноциализации крупных объектов не участвовала, я только об этом писала, и то очень давно. Вот, поэтому, конечно, из того, что было написано, и те схемы, которые использовались, ну, можно сделать такой ровод, что и коррупция была, и рука руку мыла, и кумовство, и сватовство, и все это, конечно, свело пышным букетом. То есть в этом плане семья Каринша и Наринша ничем не отличаются особенно? По большому счету нет. Более того, Каринш, лично, к решению с Каринш, он, конечно же, не может никоим образом нести ответственность за поступки своего деда. За них он не может отвечать. Ответственность Каринша начинается с того момента, как он стал владельцем этой недвижимости. Ну, если мы говорим конкретно о бывшем кинотеатре «Пионерис». Спасибо, Снежана, за ваше мнение. На радио «Болком». Будучи евродепутатом, Кришинис Каринш прославился борьбой с офшорами и отмыванием денег. В качестве премьер-министра он поклялся положить конец грязным деньгам в Латвии, даже если для этого понадобится добить банковскую отрасль и потерять еще 140 миллионов евро в бюджете, уже потерянных в прошлом году. Однако тему офшоров Каринш знает изнутри. Факты говорят о том, что всю свою жизнь в Латвии Кришинис Артурс старался платить поменьше налогов. А как ему это удавалось, вы узнаете в следующий четверг из нового выпуска программы «Подоплека» на радио «Болтком». В 12 часов включайте радиоприемники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова